Здравствуйте, ребята! С вами Татьяна Николаевна. Тема нашего сегодняшнего урока – роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Скорее всего, у нас занятие сегодня будет обобщающего характера, потому что мы с вами заканчиваем раздел «Декор человек, общество и время». И главная задача нашего сегодняшнего урока заключается в том, чтобы научиться различать по стилистическим особенностям декоративное искусство различных времен и народов, например, Древнего Египта, Древней Греции или Китая. Человек с давних времен стремился себя украсить, украсить свой быт, сделать его более нарядным и праздничным. Даже наскальное изображение животных и деревьев древним человеком говорит о том, что это не просто информация для других людей, а также украшение своего жилища. Живя в очень суровых условиях, люди стремились украсить свой дом и свой быт. Так человек выражал свою любовь к прекрасному. Попробуйте, пожалуйста, ответить на вопрос. Какие ассоциации вызывают у вас набор следующих слов? Сейчас на экране появятся слова. Ваша задача определить, к какому событию или какой стране относятся эти слова. Итак, пожалуйста, пирамида, сфинкс, фараон, кто-то уже, наверное, догадался, Нил, Папирус. Ну, правильно. Кто догадался, это, конечно же, страна Древней Египет. То есть, получается, мы с вами уже имеем некоторые представления, которые могут нам о культуре Древнего Египта много чего рассказать. Дальше. Кого изображает иллюстрация? Ну-ка догадайтесь, пожалуйста. Мы с вами об этом говорили на уроках. Верно, кто догадался. Это царица Клеопатра. Следующий. В какой стране принадлежит данный костюм? Пожалуйста, посмотрите и определите, пожалуйста, в какой стране такой костюм может принадлежать. Догадались? Верно, Древний Египет. А вот этот, конечно, верно, Китай. Какой цвет является символом императора в Китае? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Здесь можно даже догадаться. Кто догадался? Посмотрите, какого цвета больше всего в данном костюме? Конечно же, желтый. Да, действительно. Желтый цвет является символом императора. Молодцы. Следующий. Очень интересный вопрос. И я потом немного вам поясню, расскажу немножко о истории этого необычного события. Что ценилось в девушке Китая, прежде всего, когда ее выбирали для замужества? Кто знает? Кто знает, молодцы. А для тех ребят, для кого сейчас это будет новым, вот такое событие интересное. Оказывается, Китай ценился размер ножки. Посмотрите, пожалуйста, какая интересная туфелька. Вы на первый взгляд мне скажете, что это вообще детская или кукольная? Нет, скажу я вам. Это настоящая обувь, туфелька взрослой женщины. Обратите внимание, какого маленького она размера. Она умещается прямо на ладони взрослого человека. Даже не просто умещается, а почти что в половину длины ладони человека. Вот здесь я хочу немножко остановиться и рассказать вам о этом необычном, традиционном таком мероприятии. Будут картинки сейчас немножко такие пугающие. Я не то, что хочу вас напугать, я хочу вам рассказать об этой особенности. Поэтому я заранее прошу прощения. Обратите внимание, вот стопа взрослого человека и размер туфельки китайской девочки, девушки, женщины, которая носила обувь вот такого характера. Оказывается, в Китае существовал, да и наверное существует в некоторых районах, где культуру почитают, да, китайцы. В Китае существует вот такая вот традиция бинтования ног. Истоки бинтования ног в китайской традиционной культуре в целом восходят к древности, к 10 веку. В древнем Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-5 летнего возраста. В результате таких мучений к 10 годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая, по-другому иногда говорили лотосовая ножка, от слова лотос, потому что пальчики загибались таким образом, что похожи были на бутон цветочка. Позже они начинали учиться правильной взрослой походке. А еще через 2-3 года они были готовыми девицами на выданье. Представляете себе, мало того, что нужно было терпеть эту адскую боль, потому что такое бинтование, оно просто-напросто деформировало, переламывало структуру ноги. Так еще нужно было правильно научиться ходить на такой ножке. Я сейчас покажу еще одну вам картинку, прошу прощения, чтобы вас не напугать. Вот так вот выглядела, или выглядит, можно сказать, деформированная нога после процедуры бинтования. Это уже женщина в возрасте. Вот таким образом у нее произошла деформация. А представьте себе, это для маленького ребенка, для девочки, которая 4, 5 или 10 лет. Хочу сказать, что мне эта процедура не кажется очень даже привлекательной. Я бы, допустим, такого, наверное, не смогла пережить. Ну, хотя, кто знает, культура есть культура. Девочек к этому готовили с самого раннего детства. Давайте продолжим дальше. Итак, костюмы каких религиозных направлений изображены на иллюстрациях? Вам нужно определить направление. Кто догадался? Правильно, это буддизм. Следующая картинка. Здесь мы видим характерные особенности какого направления. Верно, ислам. И здесь обратите внимание на форму шляпы и наличие такой вот бороды, растительности на лице. Конечно, правильно, это иудаизм. Такой образ можно часто встретить в различных фильмах и нужно безошибочно определить. Дальше. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, зачем людям нужны были украшения в древности? Вспоминайте то, о чем мы говорили с вами на уроках. Верно, кто рассуждает вот в этом направлении. Конечно же, в древности различные татуировки, ожерелья и браслеты для народа того времен имели магическое значение. Люди не столько себя украшали, сколько пытались защититься от злых сил и наоборот привлечь добрые. То же самое можно сказать о культуре русской. Вспомните, когда мы с вами проходили тему декоративно-прикладного искусства русской культуры. Мы тоже самое говорили, что различная символика, которая встречалась в вышивке, в росписях, в оформлении предметов быта или даже самой избы. Многие люди использовали различные символы, которые не только украшали, но и защищали людей, семью от злых духов, от скверны, от плохих слов. Дальше, следующий вопрос. Попробуйте ответить. А зачем же украшения людям нужны в настоящее время? Как вы думаете, для чего сейчас себя люди украшают не только девушку, но и молодые люди? Конечно же, для удовлетворения потребностей в красоте современный народ сейчас больше для выделения себя, для того, чтобы привлечь внимание, украшения используют для этого. Дальше. А вот здесь вот интересный вопрос. Сейчас вам нужно вспомнить именно тему прошлого урока. Сейчас появятся картинки, и вы сразу безошибочно определите, чем являются изображения. Так, обратите внимание, что это правильно. Это герб. Эти все изображения являются гербом. Вспоминайте, что такое герб. Кстати, не все ребята мне прислали свои работы. Я очень благодарна тем ребятам, которые постарались. Получили целых две оценки. Поэтому я все еще жду от вас работ. Пожалуйста, делаем. А теперь задание вот какого плана. Сейчас вы проверите, насколько вы внимательно прошлый урок слушали и запомнили. Сейчас будут появляться соответствующие описания для какого-то цвета. Ваша задача определить, о каком идет цвете. То есть, это говорит по теме прошлого урока о том, что символика цвета в геральдическом изображении была очень важной и является. Например, какой цвет считается символом богатства, силы и справедливости? Конечно же, это золотой. Те ребята, которые использовали в своем гербе, который мне прислали золотой-желтый цвет, они вложили понятие в свой герб о том, что главное качество для них, допустим, символ силы, справедливости присутствует в их семье. Дальше, описание символ невинности и чистоты. Кто знает, кто вспомнил? Верно, конечно. Это серебро или белый цвет. То есть, в геральдике использовали разные интерпретации. Серебро и белый цвет в одном практически значении. Дальше, символ любви, смелости. Кто догадался? Верно. Конечно же, это червленый. По-другому это темно-темно-красный цвет. Дальше. Символ красоты и величия. Этот цвет? Верно. Голубой. Символ изобилия, надежды, свободы. Это? Верно. Зеленый. Здесь даже подсказка. Есть изобилие. Символ изобилия. Чтобы было богатство в природе, допустим. Изобилие урожая, допустим. Следующий. Красный с оттенком синего. Могущество и достоинство. Здесь подсказка. Красный с оттенком синего. Это, конечно же, пурпурный. Да. Кстати, пурпурный цвет очень часто используют иконописцы. Именно вот в этом плащанице на иконах. И еще одна. Скромность, мудрость и печаль. Кто догадался? Печаль, печаль, печаль. Это чумоли. Верно. Вот мы немножко с вами повторили. В чем же будет заключаться тема, тема, домашнее задание? Прошу прощения. В чем будет заключаться домашнее задание этого урока? Во-первых, я напоминаю еще раз. Ребята, которые мне прислали, мне нарисовали герб, я все еще жду. А с сегодняшним уроком вам нужно будет ответить на вопрос, какую роль декоративное искусство имеет в жизни человека и общества. Вот на все возможные адреса, которые я предлагаю вашему вниманию, вы можете прислать или сообщение, или написать в тетради на листочке свой ответ, сфотографировать и прислать. И я зачту вам, поставлю оценку. Итак, я повторяю вопрос. Какую роль играет декоративное искусство в жизни человека и общества? Вы можете начать свой ответ. Он может быть в одно предложение, может быть два, у кого сколько фантазии. Итак, я считаю роль декоративного искусства в том... И дальше помечаете свой ответ. Итак, я желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Спасибо за внимание.